здравствуйте я надеюсь меня слышно видно хорошо и или добрый вечер как пишут у нас в комментариях hello или hello ok из всех комментариях hi everybody hello good evening that's great хорошо давайте тогда начинать и еще раз всем hello good evening или добрый вечер меня зовут мира я рада вас приветствовать на нашем вебинаре сегодня мы поговорим о том как завязать беседу как научиться тому что мы называем small talk и давайте посмотрим на наш первый слайд который называется именно small talk как зависят приятную беседу на английском языке я уточняю что это на английском языке ok everybody каждое тело не дословный перевод everybody это все мы не переводим отдельные слова давайте посмотрим на план нашего вебинара и как вы видите мы поговорим о том как познакомиться как сделать первые шаги как начать беседу само собой как поддержать разговор и что делать если пошло не так small talk на самом деле это очень важно потому что принципе когда вы хоть на улицу да вы иногда боитесь завязать разговор а у вас могут быть разные ситуации вы в аэропорту допустим или вы потерялись даже несмотря на то что у нас сейчас всех есть навигаторы в телефонах а мы все равно так или иначе вынуждены говорить на английском языке и преодолеть этот барьер да мы сегодня с вами научимся поэтому давайте все вместе перейдем на следующий слайд не за что и поговорим о нашей школе как же мы можем вам в этом помочь именно завязать small talk мы можем помочь благодаря тому что мы в первую очередь и самое важное да мы учим людей именно английском языку мы предлагаем вам удобный формат занятий это утреннее дневное вечернее время более 600 разноплановых уроков которые подобраны индивидуально к потребностям каждого студента и к вашему вниманию самые популярные курсы это general english conversational english и business english как вы уже знаете да это общий английский разговорный английский и соответственно бизнес английский переводить я думаю не нужно но следующее это преподаватель мечты да возможно это звучит громко но это действительно так мы подбираем вам преподавателя не только в соответствии с пожеланиями по времени и курса который вы хотите изучать но у нас также есть подбор по психологической заместимости следующее это уникальная платформа для занятий так и есть уроки проходят на нашей платформе которая называется бимбокс все упражнения на которой интерактивны все аудио и видеоматериалы уже внедрены в платформу после каждого урока вы получаете домашнее задание с автоповеркой и после каждой каждой пройденной темы да не называется юнит у вас есть урок на закрепление пройденного материала на платформе есть также встроенный словарь а платформа она безумно удобно да это супер супер юсфу потому что у нас все синхронизировано преподаватель видит что делает студент и соответственно наоборот то есть вимбокс наша платформа это своего рода и мессенджер и словари да и аудио видеоматериалы а также курс непосредственно и а существует также мобильное приложение для изучения слов согласитесь что очень удобно это такой большой бонус к вашим урокам чтобы обучение проходило еще быстрее а изучение лексики в разы быстрее придем непосредственно к следующему а как причать слайды презентации вы не сможете переключать кадры презентации потому что их может переключать только модератор обратите внимание на следующий слайд sky inc это крупнейшая онлайн школа и самая инновационная школа английского языка в восточной европе по структуре своей структуре да мы похожи на любой крупный европейский языковой центр но только в онлайн режиме поэтому здесь а мы предлагаем вам это пятьсот сорок профессиональных преподавателей а 5 тысяч пятьсот учеников а также как и виде более четырехсот пятидесяти тысяч проведенных уроков что конечно же звучит впечатляюще а следующий слайд the origins of small talk он так и называется это такой своеобразно знаете как бы шаг назад но для того чтобы обратиться к истокам все-таки откуда возникла откуда возник сам термин small talk а я пришла к выводу что если вы изучаете новый язык ну либо продолжаете изучать в нашем случае это английский язык само собой и случайным образом вот именно завязать беседу с людьми на улицу да ну и вообще где бы вы ни находились а оно не может быть очень хорошей стратегией то есть вы можете обнаружить что без сама перспектива разговора с носителями языка она является для вас пугающей действительно по опыту преподавателей да и по моему собственному потом я могу сказать что так и есть ибо может быть совершенно страшно то есть если это так то вы вероятно не заставите себя разговаривать если заставить и вы будете делать много ошибок будете пугаться да будете заикат вот но это не для всех действует день говорю за всех многие люди в общем-то они счастливы да и они с радостью принимают вот такие социальные риски пробуя язык на всякий при всяком удобном случае да а когда они могут почему бы и нет и и поэтому что значит завязать разговор с носителем языка то есть и перед тем как мы уже перейдем непосредственно давайте все-таки начнем с небольшого видео и посмотрим откуда вообще взялся small talk поэтому предлагаю вам посмотреть видео которое вы здесь видите начинаем а Продолжение следует... 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 Желание поговорить, это тоже. Да, и возможно было необходимое общение. В первую очередь, необходимо было общение. Так и есть. Поэтому заполнение пауз. Да, так и есть, возможно. В общем-то, было довольно-таки совместное действие. Да, конечно, это была охота. Я думаю, что они совместно охотились. Поэтому, само собой. Спасибо за комментарий. Идем дальше. Итак, секреты удачного знакомства. В первую очередь, это правильный настрой. Должно быть желание общаться. Как вы, в принципе, и прокомментировали. И, в общем-то, у них было действительно для этого свободное время. Ну, в общем-то, это им и помогло. Именно умение вести беседу, это спорный вопрос. Они старались. То есть, это умение у них только начало развиваться. Ну, по крайней мере, они хотели. Умение соблюдать границы, возможно, еще не было развито в каменном веке. Но, тем не менее, задавали вопросы они такие, на которые могли ответить... На которые могут ответить любой пещерный человек. То есть, как дела, как жена, как мамонт и так далее. То есть, они не лезли не в свое дело. И все эти секреты помогут нам пообщаться по-английски. То есть, как дела, да, как работа, допустим, как семья. Это и есть, в общем-то, начало small talk или принципы small talk. Когда вы задаете общие вопросы и не лезете не в свое дело. Давайте тогда будем продвигаться дальше. Итак, правильный настрой. Да, само собой. Правильный настрой – это что важнее? Давайте проведем с вами такой небольшой опрос. И посмотрим, и подумаем, да, что значит для нас правильный настрой. То есть, что важнее, когда мы начинаем общаться? Первое, как звучит наша речь. Далее, допускаете ли вы ошибки? И о чем бы хотел поговорить этот человек? Так, пока у нас лидирует вариант номер три. Совсем немного второго варианта. Да, допускатели в ошибке. Я о чем бы хотела поговорить. Так, появились. Немного ответов к первым вариантам. Но все-таки, как видим, лидирует вариант номер три. То есть, о чем бы хотел поговорить этот человек? То есть, вы допускаете, в принципе, что самое важное, да, это именно понять, да, человека, что ему интересно, и понять его настроение в данную минуту. Хорошо. В общем-то, да, конечно же, единогласно это вариант третий. Спасибо большое за опрос. Давайте тогда будем переходить дальше. Все-таки, о чем бы хотел поговорить этот человек, это наиболее важно для нас. Побольше позитива. Да, почему бы и нет? Это действительно самое важное, проявлять к собеседнику интерес. Важно сделать свою речь позитивной, улыбаться, говорить о том, что вы любите. Если вы начинаете говорить о себе, это так, себе. И золотое правило, вы знаете об этом, что когда вы говорите о себе, это скучно, или вы звучите скучно. Ну, когда вы проявляете интерес к тому, что говорит ваш собеседник, да, вы можете даже меньше говорить, но слушать собеседника. А процент того, что ваш диалог будет успешным, конечно же, растет с каждой минутой разговора. Поэтому, да, конечно, самое важное, это проявлять к собеседнику интерес. Ну, улыбаться. Почему бы нет? Так, следующее. Small talk. Легко или трудно? Давайте поделимся впечатлениями. Small talk веждая ни о чем. И это легко или трудно? И скажите, пожалуйста, легко ли вам завязать разговор по-английски? Легко, потому что вы общительный человек. Легко, потому что вы хорошо говорите по-английски. Трудно, потому что вы еще не очень хорошо говорите по-английски. И трудно, потому что вы не знаете, с чего начать. Приступаем. Так, единогласно. Ну, как единогласно? Не совсем, конечно. Но вот вижу, результаты меняются. Вариант третий. Пока он нас лидирует. Это трудно, потому что вы еще не очень хорошо говорите по-английски. Вариант первый. Легко, потому что вы общительный человек. Да, это был. Это вам большой бонус. Вариант третий. Все-таки вариант третий у нас побеждает. А потом вариант первый. То есть первый у нас с трудом, потому что вы еще не очень хорошо говорите на английском. Да, это, конечно же, смущает, останавливает. Вариант первый, потому что вы общительный человек. Плюс, еще раз повторюсь. Немного ответа в трудом, потому что вы не знаете, с чего начать. Бывает и так, и очень часто бывает. И вариант второй. Легко, потому что вы хорошо говорите по-английски. Это здорово. А так, иногда нет желания общаться, но надо. Всякие там конференции, тренинги, когда человек тебе не интересен. Надо убить время, завязать контакт. Да, конечно, поэтому для этого и существует small talk. Разговор ни о чем. Ну, в общем-то, вы знаете, в процессе small talk иногда вы даже сможете заинтересоваться в этом самом разговоре. Продлить его как-то, да. Попытаться там, не знаю, что-нибудь. В любом случае, вам будет интересно говорить о себе. Как бы там ни было, вы можете рассказать, откуда вы и так далее. А можете обсудить, почему вы здесь, да, нравится ли тренинг, конференции, тренинги. Что-то вынести тоже из этого полезное. Спасибо большое. Переходим к следующему слабому. И это первые шаги. И, как видите, you rock, you roll. Да. А что здесь у нас? Так, вы, как вы уже заметили, у нас же самое важное, да, все-таки, как начать беседу. С чего начать беседу, как продолжить беседу и как поддержать беседу. Да. Общаетесь вы устно или письменно. Это не важно. В любом случае, вам нужно с чего-то начинать. Во-первых, это сказать больше, чем привет. Hey. Подать какую-то реплику, на которую человеку есть что ответить. Ну, что это может быть? Вы можете найти что-то общее, увидеть что-то зрительно, да. Допустим, например, у вас есть похожие кроссовки, или вы работаете в одной компании. То есть вы можете поговорить об этом. So, you usually hate small talks. Normally, you drive in and to lock your dirty cognitive dissonance, the end of small talk. Oh, all right. Также хороший способ это сделать тонкий комплимент. Неформальные обстановки. Можно, конечно же, сразу постароваться, да. Вот вы здороваетесь, говорите hi, hello, hi, how are you. Вам не обязательно на how are you отвечать тут же, что у вас дела хорошо. А если же беседа носит более деловой характер, вы можете начать более официально. Good morning, good afternoon, good evening, и так далее. И также вы должны понимать, что вы, если хотите продолжать беседу, да, вам нужно избегать тех тем в разговоре именно с малознакомым человеком. Ну, если вы, конечно, не преследуете цель как можно быстрее, свернуть и закончить разговор. То есть это светская беседа, small talk, это и называется, потому что это не серьезный, легкий разговор. То есть поэтому нет необходимости говорить на какие-то узкоспециализированные темы. Нет места профессиональному жаргону. Не нужно говорить о семье детально, о болезнях, какие-то мрачные темы затрагивать. То есть просто поговорите о культурных, последних спортивных событиях, допустим, о природе, о поготе, отпуске. Но мы к этому вот еще немножко. How do you do? Ну да, how do you do? Не совсем уже, конечно, употребляется, но можете сказать how do you do. Скажите hello. Оно более универсально. Sample phrases. Следующий наш слайд. И поэтому давайте перейдем на английский язык. And it all starts with the attitude. So, firstly, I try not to be nervous. Nobody wants to talk to a nervous person. Be casual, be open and receptive. Make eye contact and show interest. As mentioned before. And simply saying hello with a smile, introducing yourself, will be a very positive icebreaker in most cases. As also mentioned before, give a sincere compliment. And keep it light and positive. Do not jump into professional discussions. Or also listen to what the other person has to say. And let them talk and share something about themselves. And now that you have acquired a positive attitude, let's move on to conversation examples for specific situations. And they are, as you can see, how are you doing today? Well, you can talk about, well, yes, about weather, yes, or what's going on outside. So, if the weather is nasty today, isn't it? What a nice weather we are having today. Or, my mom said I shouldn't talk to strangers, but you don't look scary. This one is nice. All right. I really like that thing you said about, and so by saying this, you give a compliment to a person. That's nice watch. Yeah, that's nice shirt. That's nice tie you're wearing. I think everybody, well, fancies compliments about their clothes. Or do you know anything about, so, and you just may touch some topic or some ish, yes, which has been in the news lately. Can I help you with anything which is heavy or which is hot, cold, I don't know, clothes, maybe. Well, I've heard about, or I've always wanted to visit your hometown. So, if you're traveling to a place you've never been before, but you want to, well, say compliment about this place, so, just by saying, or hurt, or I've always wanted to visit your hometown, would be a really nice icebreaker. And I need to go, so, guy's opinion on, yes, so, if you've got a friend, or, it's not a friend, so, because that's a stranger, it's, he's just a stranger, she's just a stranger. So, but, a girl's, guy's opinion, or something, what do you recommend, what do you suggest doing, and that's a lovely name, and you were named after whom, are you named after someone, like that. So, you can also head over to the link and check out the rest. All right, and we are moving on, and next slide, something in common. Well, as you can see in this picture, yeah, these people have something in common, because they're walking out their dogs. And now that you've started talking, you'll need to elaborate on some established common topic, and continue talking. So, and if they answer your questions, you can ask one or two follow-up questions to get more details, such as, yes, well, I'm a vegetarian, too, what way do you decide to stop eating meat, if you're both vegetarians? I love cats, if you're a cat lover, if you're both cat lovers, or dog lovers, cats or dogs, kittens or puppies, yeah. In fact, I have two, how old is a cat, how old is your dog, yeah, and talk about how to keep a dog, how do they care of him or her. Football is my favorite sport, too. And what team do you support? So, if you love watching sport, or you participate, you can talk about this very topic. Yeah, yeah, exactly the same rules, yeah, and how to start up a conversation, even in business area, and show your interest, yeah, okay. Next slide, giving compliments. Well, giving compliments, I think that always sounds nice, and everyone likes to hear nice things said about them. Oh, their comments on clothes or accessories are, I think are the safest way to start up a conversation. For example, you could say, those shoes look great, and follow up with, where did you get them? Questions like this are really good, because they invite the person to tell you more about themselves. And make sure not to make comments about a person's body in English, I mean physical look. So, it's a very sensitive topic, and likely to offend people. So, much safer to say, oh, awesome shoes, awesome t-shirt, that bad rules. Okay, okay, you have great tests in movies, films, while you're really taking an opportunity to chase your dream, alright, if you're chasing your dream. If there is no way around to spot it out in Slater Call, one of the questions sitting online came up with, are you a cat person or a dog person? I've used it for classes since. Yeah, are you a cat person or a dog person? I don't know, well, me, I'm a dog person. I've never thought, yeah, agree, absolutely. I've never thought about that in such a way, you're so smart. Wow, that sounds really, I don't know, really good. I like your style, and you should be proud of yourself, and you have the best ideas. Oh, great, and you could survive a zombie egg. Oh, that's nice. Well, that sounds really, I don't know, that sounds really, like, uplifting, I would say. Great, thank you. So, перейдем на русский язык снова, и давайте посмотрим, как же все-таки лучше практиковать эти фразы с преподавателем непосредственно в нашей школе. И все наши преподаватели работают по единому подходу, коммуникативному, и все используют, соответственно, нашу платформу Вимбокс. Даже если вы поменяете преподавателя по каким-то причинам, вы можете быть уверены, что следующие будут работать так же. Все преподаватели проходят тренинг по методике, знакомятся с коммуникативной методикой, потому что она самая важная. И на практике прорабатывают то, что впоследствии могут делать со студентами. Все преподаватели проходят тренинги по психологии и знают, как помочь студенту в трудную минуту, как его разговорить, как определить, зачем он пришел и так далее. Поскольку мы придерживаемся коммуникативного подхода, то преподаватель говорит меньше, чем студент, то студент находится в центре урока и активно добывает себе знания. Это, конечно же, самое важное. И, конечно же, прошу, спасибо большое за ваши комплименты. Это здорово. Поэтому чем вы знаете, тем выше уровень студента, тем, соответственно, ваша речь превалирует на уроке. И вы говорите намного больше. В принципе, это доходит до... Ваша речь должна составлять 75% урока. Да, так и есть, такие цифры. Следующий слайд, я немного буду английский и русский. Надеюсь, что это, в общем-то, не составит сложности для понимания. Хороший собеседник. Это следующий опрос. Давайте все-таки его проведем. И что же делает хороший собеседник? Задавать вопросы. Задает вопросы. Любит поспорить. Умеет слушать. Все время говорить о себе. И давайте тогда голосуем. И умеет выбрать хорошую тему. Да. Значит, что такое у нас хороший собеседник? Задает вопросы. Любит поспорить. Умеет слушать. Все время говорит о себе. И умеет выбрать хорошую тему. Так. Окей. Задает вопросы. Да. Хороший собеседник задает вопросы. Умеет выбрать тему. Хорошую тему. Да. Согласна. Комментируем, пожалуйста. Умеет выбрать хорошую тему. Умеет слушать. Отлично. Да. Все время. Так. Хорошо. Давайте сейчас еще посмотрим. Единственное, что не отображаются результаты. Так. Так. Запрос. Хороший собеседник. Угу. Хороший собеседник. Угу. Все-таки у нас побеждает хороший собеседник, который умеет выбрать правильную тему. Так. Какие же результаты? Я думаю, что тогда, если у меня нет отображается, то можно тогда пропустить. И, судя по последним данным, не видно результатов. Я думаю, что это было умеет выбрать хорошую тему для разговора. Так. Ну, вариант третий. Ага. Так. Вижу результаты. Все-таки вариант третий у нас побеждает. Это умеет слушать. Да. Все верно. Как из нашего вебинара даже вы могли сделать какие-то выводы. И это здорово. И на втором месте, то есть умеет слушать. Все верно. И на втором месте это умеет выбрать хорошую тему. И третий вариант, который, в общем-то, подводит итоги нашему вопросу, это задает вопросы. За другие мы не голосовали. Ага. 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 Следующие. Ага. 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 Какая совместعمremosแфти. Ага. 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 Александр. Автор, infrared, вроде как два,よねе. Автор blue, так neutral. Ага. 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 Oh, it's really impolite to say no. I love your costume. I love your suit. What are your favorite sci-fi movies? Yes, okay. Well, I think it's always nice to talk about sci-fi movies or generally about movies. And by and large, it's really good to combine some general remarks with open-end questions. Yeah, just to get to know more about a person or figure out more about a situation. Thank you. Well, next slide. Good topics for discussions. And each one, each topic is designed to... And a whole lot more, of course. It's designed to spark a discussion between you and your speaking partner that will go well beyond a simple yes or no answer. And this is, well, really nice talk about present-past activities. And just like, what do you do? Yeah. And these questions, I think, like present-past activities, I mean, these very questions they can have. They also, you can have it in your, like, back of your head. And so just, like, tell them on whenever you feel uncertain how to start a conversation. Like, what do you do? Where's your job? Yeah. Where are you from? So maybe the person is from the same town as you. You would then ask what area they live in and how they like it there. Then it's about holidays. Yeah. Why not talk about holidays? Sport. Yeah. True. True. Sport. Sport is great. So, like, I don't know. Is it still... Do you have a super busy job? I don't know. Something like that. What's your favorite way to spend your vacation? What's your favorite time to spend your time off, to spend your weekends? And here you'll discover their favorite interests and hobbies or places they want to go. And they will love to talk about this. And you'll have a great opportunity to find some mutual interests and also let them expand on their interests. Like, how does it work? Yeah. How do you do that? So, if you find any common ground, if you've been both to the same place, maybe, or you share any interests, you can also emerge in that, just like you talk to a very close friend. Not a very close friend, but just a close friend. Yeah. Or probably sport. Yeah. Sport. Why not talk about sport? This is... Like, let's skip this topic. Because I... Generally, I never talk about sport because I have nothing to say about sport. But the rest are all about outlines above, so I love talking about them. Next one. Разговорный английский. Снова перейдем на русский язык. И давайте посмотрим. Все-таки разговорный английский – это тот курс, который является непосредственным таким must-have, да, для каждого изучающего английский язык. И этот курс, он хорош тем, что он помогает вам все-таки 75% времени говорить, да. Занятия индивидуальны, они происходят на один-один. То есть, получается, все время учителя, оно спроектировано на вас. Вы можете выбирать себе также длительность занятия, оно может быть 50 или 100 минут, оно может быть для среднего и продвинутого уровня. Ну, в общем-то, я думаю, что если у вас уже есть знания, базовые знания английского языка, то разговорный английский для вас не будет совершенно никакой преграды, да, никакой преграды или камнем преткновения, как же начать разговаривать на английский, потому что, в принципе, general English, conversation English, spoken English, он подходит для любого уровня, но все-таки если есть уже какая-то база, это будет неплохо. Вы можете выбирать себе занятия от двух раз, трех раз в неделю, в общем-то, это все индивидуально, но все-таки мы советуем студентам выбирать занятия не реже двух раз в неделю, если три, это будет, конечно, лучше. Все-таки зависит ваша нагрузка, индивидуальная нагрузка, да, плюс еще домашняя работа, которую вы выполняете, помимо урока, это, вы все это прекрасно понимаете, и, в принципе, стоит все-таки еще раз сделать на этом акцент, что чем выше нагрузка, тем быстрее, уже заговариваюсь, простите, быстрее вы заговорите на английском языке. И общение, общение, это наше все. Поэтому 75% времени от урока вы говорите. Следующий слайд, это неудачная тема для обсуждения, да, or, like, unsuccessful topics for discussion. And as mentioned before, I told you about that, that, so, there are some topics that you should avoid talking to strangers. Of course, if you are not following some specific goal, how to end up the conversation by saying, like, okay, thank you so much, this is it, yeah. And, well, you never talk about, never talk about your, maybe, business partners, yes, or about your partners, about your diseases, murders, some bad topics. And you never talk about money. I don't know, that's not really proper, you talk about money. Politics, it's also number two to avoid talking about. Religion, because it's really, really individual. Well, really, yeah, yeah, I think, like, that's too subtle. Relationship problems, that's the personal, way to personal. And health problems. How to sound interested. And this is something that we might always think about, like, how to sound interested, yes, how to say that, how to say that, oh, that, to show interest. And just by showing some normal response, which is strong response, and normal response is, huh, okay, yeah, oh, great, that's interesting. Oh, I see, right, you got a point. Oh, great. Or a strong response. Really? That's amazing. And you shouldn't, like, I don't know, open your eyes widely. Or, no way. Oh, that's incredible. You're joking. Something like that. All right. Then, next slide shows us how to, well, how to change. Well, we kind of say how to change the topic. Yes, how to change the idea. And you may do it by really different ways. And in most cases, that will be not too harsh to say, oh, you know, by the way, oh, I nearly forgot about it. And while I remember, or maybe there reminds me of something, I know this is changing the subject, but, yes. Oh, let's go back to, and going back to what I was just saying, I think, like, that will sound really, well, first of all, don't forget about your emotional background, because you, meanwhile, you've got to show your interest. So, I nearly forgot, but it's not like I nearly forgot. Yeah. So, you always have to, well, take care of your emotional, your emotional state. Next one is Lost in Translations. It's called Lost in Translations, and it's just like in the movie. And, well, two people, well, appear to be in Farway, Tokyo. And so, they just got lost in translation very much, because Japanese seem to be really hard. And so, these are idioms to help us how to deal with that. So, yeah, it's like herding cats. Do you know what it means? It's like herding cats. Do you have any ideas? It's like herding cats. Please, your ideas. What does it mean? It's like herding cats. Oh, no, no, it's not for, it's not for teachers, it's for students. But teachers may participate, of course. we do not ban anyone, you know, from taking part in a webinar, just, but it's for students, for students, of course. So, let's get down to Lost in Translation, and our idiom, yeah, it's like herding cats. And just, please share your ideas or what it might mean. It's like herding cats. No, 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 that's insane. Yeah, that's insane. It's like herding cats. It might mean something different. Well, you may, you know, just go online. Okay, and also phrasal skipped out on the movie, and it was a blast. And so, idiom, phrasal, oh, I'm so sorry. I'm so sorry for a missing standing, or actually for poor understanding. I have nothing to do with that, but that will pass away, that you'll get better. I'm so sorry, Vladimir. I'm so sorry. It's like herding cats skipped out of the movie, and it was a blast. So, if you can see here, there's some things that you may also like say, oh, it's like, you know, something like really, might be really common. Yeah, it's like herding cats that's about, is it about cats, but it just sounds insane. Yes, so that's why when you're talking about herding cats, it means that I'm managing the work, and it involves so many different groups. So, and the activity, which is, let's say, well, some extreme activity, let's say, skip out, skip out on the movie, so I'm afraid, I didn't catch a meaning, skipped out on the movie, skipped out on the movie, so just any ideas on what it might mean for you, and it was a blast, so small talk, and as you remember, we are not commenting on politics, please don't do that, because we are talking about small talk only, this is not appropriate at all, and next slide, so if you don't know, it's like, when I'm asking you, yeah, or anybody is asking you, oh, you know, it's like hurting kids, or skipped out on the movie, or it was a blast, and you don't get it, you don't understand, so what do you need to say, you just have to say, sit this one out, so please, never hurt hurting kids, we'll try on my British buddy next time, wonder how this, yeah, true, okay, so just repeat, yes, your speaking partner, sit this one out, a tough call, yeah, and you may guess, also, what it might mean, do you mean it was good, is it like tired, or something, yeah, next one, is how to, well, actually, how to repeat, the speaking partner, your speaking partner, sorry, what did you say, say that again, yeah, would you, could you repeat that, would you say that, would you say that name again, please, would you say the last word again, please, would you mind repeating that, sorry, can you say that again, please, or sorry, would you mind speaking a bit slower, could you speak a little bit, but not faster, I'm sorry, hear what you said, sorry, I couldn't get what you said, I'm sorry, when I heard where, what time did you say that, hang on, yeah, or just a minute, say that again, I didn't quite catch that, did you say that, it's hurting kids, did I hear you right, when you said it's hurting kids, it was a blast, and such, and live exchange websites, I think you can see here, there's a range of language exchange websites, GoSpeaker, how do you do, Easy Language, Label Village, Conversation Exchange, you check, you just can check them out, on the internet, they're really good, if you want to find a PayPal, and just keep a conversation going, or like, I don't know, if you really want to enhance your English, so why not go there, and get some native speakers, yeah, and talk to them, so anytime you want, anytime they do, so they're really helpful, I would say, so I never used them personally, because I didn't know why, so probably never had time for that, or I choose once, and then, but I'm a teacher, actually, I'm not a student, so that's why, probably, I didn't find that, really good for myself, but once, once I'm a student, but actually, if I were a student, because I'm not a student, if I were a student, I would, I would go there, I would go there, some language exchange websites, a lot of students, they say, oh, it was really good, so I've found, so many good guys, out there, and now I'm practicing my English, even more, try all the things, everything, just try them out, so just, check them out, probably, they will go easily, and she loves them. Next slide, as you can see here, is our spin box, is actually our virtual class itself, where all the classes are held, and переходим снова на русский язык. Как проходим на занятии в виртуальном классе? В общем-то, Smalltalk, это для любого виртуального класса, я бы так сказала, что Smalltalk, он является не таким вот необходимым для любого разговора. Вы начинаете новый урок, вы начинаете разговор на улице, вы начинаете свой первый урок с преподавателем. И как у нас проходят эти занятия в виртуальном классе? Первое, это что все интерактивные материалы, есть и упражнения непосредственно, да, и все видеоматериалы уже внедрены в платформы, поэтому мгновенная синхронизация с учителем, а также вы можете видеть, в общем-то, все абсолютно материалы, которые у нас представлены, это своеобразная такая вот платформа для, с совершенно разными, да, вот курсами и уровнями, то, что для вас подобрано индивидуально. Учитель, в свою очередь, видит все, что делаете вы, вы можете, если вы общаетесь, здорово, общаетесь, конечно, но если нужно прослушать, все уже внедрено, нет абсолютно никакой необходимости пересылать файлы. Еще раз домашнее задание с автопроверкой, выполняйте в любое для вас удобное время, слова, добавляйте слова в свой собственный словарь, проверяйте произношение, да, слушайте, и плюс мобильное приложение для того, чтобы запомнить больше слов. И следующее, давайте посмотрим непосредственно уже на слайды нашего виртуального кабинета, как видите, все наши слайды, да, они все красочные, и вот именно так и выглядит наша платформа, то есть вот как вы сейчас видите, да, так все и выглядит на самом деле. Поэтому здесь самое важное, вот как вы видите, да, уже есть слайды, здесь также можно посмотреть произношение, если, допустим, это «Herry, Potato, Scucumber», вы нажимаете на слайды и слушаете. Все-таки произношение тоже очень важно, потому что студенты очень часто и делают ошибки в произношении, и никто не исключение, это ничего страшного, не смертельно, вы всегда можете проверить, потому что есть вот такой вот значок микрофона, поэтому нажимайте и слушайте. Особенно этого, да, это для любого уровня важно, не только для начинающего. Дальше всегда есть вопросы для обсуждения, как видите, «Scuss the following questions», да, то есть самое важное и по методике правильное, что бы вы ни изучали, какую бы тему вы ни изучали, вы должны эту тему вынести на практику, и ваш преподаватель вам должен в этом помочь. Да, я знаю, слова тяжело запоминаются, но их нужно запоминать в контексте. Без контекста, в общем, нет особого смысла, поэтому вы учите тему, вот, допустим, у вас есть тема, да, warm-up, вот у нас идет это warm-up, в принципе, как разогрев, да, и demonstration lesson for students, допустим, у вас тема еда, либо это, допустим, как вы придерживаетесь к диете и так далее, вот у нас по теме еда, вот, если вы обсуждаете тему еда, вы учите параллельно, конечно же, продукты, и в контексте этой темы вы запоминаете слова. Следующий слайд, также, да, все правильно, загоняйте в словарь, можете использовать Lingua Leo, а, кстати, мобильник не грозит, да, можете загонять слова в Lingua Leo, в общем-то, как вам удобно, но все-таки запоминайте в контексте. Это золотое правило. А дальше прослушайте, видите, уже прослушайте интервью, да, учите, это был старший лайк, слушайте, и потом вам нужно будет сделать такой matching, то есть поставить правильные слова, пропущенные места непосредственно уже в самом тексте. Следующий слайд, это, как вы видите, да, уже лексика, которая разбита у нас на две колонки, первая колонка это fruit, вторая daily product, put the verbs to the proper columns, so you put the verbs down into columns, fruit or daily product, blackberry, well, this is not, well, the word that matches daily product, yes, stable, so you just, like, get it into fruit one. Let's go next, пимбокс и мобильное приложение. А, да, хорошо, конечно, если у вас все-таки получается, да, выучить слова и с помощью мобильного приложения, которое вы можете, we are friendly, да, we are family, и учить сейчас, вы видите свой прогресс, а также вы можете посмотреть, где вы сейчас, на каком уровне, да, и как хорошо вы уже продвинулись, и опять же таки вы видите, что это все происходит в контексте какого-то урока, что, в общем-то, удобно. we are family, урок номер восемь, да, и по этой теме какие вы уже выучили слова. Следующий слад, и хотелось бы сказать, что у нас действует... Я думаю, что в данном случае, если кто-то учит такую вот детсадовскую лексику, да, и associate with the following countries, преподаватель перед тем, как работать с, вот именно цифровым словарем, да, он объяснит, что это значит, и научит им пользоваться. Ну, в принципе, мы все пользуемся таким приложением, интернетом, да, мы знаем, что часто это означает, какие-то вот, допустим, connect, да, мне кажется, это link, все давно уже выучили это слово, что значит link, и, по-моему, его даже так и употребляют, или ссылка, или даже link, скинь не link. Обратите внимание на этот слайд, у нас действует скидка 25% при оплате 4, 8 или 16 уроков, а, дорогие студенты, запишитесь на вводный урок и введите следующий промо-код при оплате. Эта акция действует до 18 октября. Все подробности вы можете найти на нашем сайте skyink.ru. И последний слайд. Подпишитесь на Skyink, и следующим списком вы видите наши группы в соцсетях. У нас есть абсолютно, грубо, да, во всех популярных соцсетях, это v.com, facebook, plus.google.com, telegram.me. Вы также можете читать у нас в почте, вот существует этот link, school.sky.ru, mail link, и у нас есть свой канал на YouTube, вы можете тоже подписаться и смотреть регулярные... Спасибо большое, да, да, действительно, мы стараемся для того, чтобы у нас были... Наши рассылки постоянно обновлялись. И еще раз, возвращаясь на YouTube, подписывайтесь на наш канал на YouTube, который мы регулярно обновляем. Ну, и также не забывайте учить слова в приложении A-Word. Skyink.ru. Я думаю, что, в принципе, это все, что я хотела вам сказать. И большое спасибо вам за присутствие. Надеюсь, было все полезно. Присоединяйтесь, ищите в нашей группе в социальных сетях, присоединяйтесь, подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А так, спасибо за участие, конечно. Надеюсь, было информативно. Thank you. Thank you so much. Thank you. И до встречи на уроках или на следующих вебинарах. Присоединяйтесь. Thank you. Thank you so much. И вам спасибо взаимно. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...